Как делишки ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня нас ожидает новая серия нашего шестого сезона с модом Пиксельмон и мы как обычно будем продолжать искать, ловить и конечно же прокачивать наших покемонов, чтобы приготовиться так хорошенько к сражению с геймлидером, а точнее с Мисти, да ребята, с Мисти. Но перед этим давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии и после этого сразу же продолжим саму серию. Ну что ребята, потопали и погнали. Сегодня у нас большие планы на эту серию. Да ребята, зараза, это мои заклятые врага, ребята, я уже говорил, когда они у меня на глазах убили бедного Глейгора, зараза, я так его хотел словить. Но ребята, перед этим, как обычно, давайте мы с вами договоримся. Если вы хотите видеть новую серию Пиксельмона завтра утром, а не послезавтра и не послепослезавтра, а завтра, в пятницу. Последний день, твою мать, учебы, работы, каждая пятница для меня какой-то нереальный праздник, ребят, я думаю, для вас это тоже. Поэтому в честь праздника, может так сказать, мне кажется, все бы хотели хотя бы небольшую серию Пиксельмона. Мы не забываем то, что если мы набираем по 1000 лайков на выходных, то на выходных могут даже выходить часовые серии Пиксельмона, то есть какие-то мини-стримы. Но давайте мы еще доживем до выходных, а давайте договоримся на завтра. Ребята, если вы завтра, в пятницу хотите видеть новую серию Пиксельмона, я пропустил, да, которая выйдет тоже так утром, с самого утра, то ребята, давайте наберем 1000 лайков на вот этой серии. Я вам даю свое слово Эдисона, потому что завтра выйдет новая серия прям утром, я не знаю, где-то так часов 10 по Москве. И в принципе это будет очень даже для меня приятно, потому что я стараюсь и делаю для вас серии Пиксельмона как можно чаще и как можно дольше, да не только Пиксельмона, а вообще всех видео. Поэтому, ребята, отблагодарите меня тоже хотя бы чуть-чуть, поставьте свой лайк, это действительно будет для меня очень приятно. Также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, ведь я общаюсь со своими подписчиками, если ты имеешь желание у меня что-то спросить, посоветовать или дать какую-нибудь... Или, я не знаю, что-то еще сделать, покритиковать, то ты всегда можешь оставить свое сообщение под этим видео, я его, конечно же, прочитаю и также на него отвечу. И последнее, ребята, чтобы еще долго не затягивать, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Каждый подписчик для меня как настоящий друг. Фу! Все! На этом, ребята, мы будем заканчивать наше приветствие. Нужно его как-то вскоротить, я не знаю, что-то у меня всегда такое... Я просто имею, всегда я хочу с подписчиками поговорить, я всегда имею что-то, что вам сказать, но... Многие просто этого не понимают, многие говорят, что, мол, Эдисон, там, на начале скажи, всем привет, с вами Эдисон, и сразу начинай там серию. Я не знаю. Ладно, в принципе, ребята, что мы будем делать в этой серии? Спасибо тем, кто дал свое согласие на то, чтобы... Дайте я наушники сначала одену. Ой. Спасибо тем, кто дал свое согласие на то, чтобы я все-таки, все-таки поменял Эмфороса на Шайни Эмфороса, потому что мы в предыдущей серии словили Шайни Морипа, кто не помнит. И чтобы просто-напросто не выкидывать Шайни Покемона и вообще... Вообще, иметь хотел бы еще одного Шайни, мы все-таки в этой серии заменим обычного Эмфороса на Шайни Эмфороса. Я хочу, я хочу, чтобы Эмфороса, которого мы заменим... Сейчас он у нас мальчик, да. Когда мы заменим, я хочу, чтобы он стал девочкой. Потому что я, ребята, наверное, опять устрою такое небольшое голосование в честь кого потом назвать Шайни Эмфороса, если он станет ею. Короче, если он съездит в Таиланд, чики-пики-дрики отрежет себе что-то и станет девушкой, да, ребята. И также мы себе... У нас уже есть одна девушка, да, в этом сезоне. Это Джинкс, который, в принципе, Саша Спилберг, да, в честь которого мы и назвали. Сейчас, ребята, я буду искать себе любовницу, да. Любовница Эдисона. Эта жопа, 40 уровень умирает от 15 уровня по Черису. Что это за фига дня? Ладно. Поэтому, да, ребята, мы будем искать себе любовницу. В принципе, вы уже, наверное, можете даже писать. Ну, ладно, пока что еще нет. Давайте я сейчас заменю и увижу. Я действительно хочу, чтобы нам попалась девушка. Поэтому давайте сейчас мы быстренько... Хотя, зачем мы будем куда-то уходить? Мне кажется, даже можно вот тут сделать. Тут, в принципе, вот тот же тики. Мне кажется, тут даже качаться можно круто. Потому что вот эти 39-е, 40-е уровни, нормально даже. Ладно, ребята, включаем гейммод. Потому что мы все-таки сейчас будем делать замену, да. Возьмем себе компьютер. Где он? Где он? Где компьютер? Ты потерялся или я слепой? Походу, я слепой. Вот так. Ну что, ребята, 100-й уровень Эмфорос. Нужно смотреть, какие у него атаки. Тандерболт, сигнал бим, тандер... В принципе... В принципе, знаете, как мы сделаем? Мы не будем себе сразу же выдавать 100-го уровня. Потому что он потеряет все свои вот эти крутые умения. А мы просто-напросто вот этого удалим. Вот так. И возьмем себе Морипа. Шайк. Вот так. Просто заменим. И сейчас мы его прокачаем, можно сказать, до 100-го уровня. Опять как это... Да куда ты убегаешь, зараза? Я тебе кормлю бесплатными конфетками, а ты, дебил, убегаешь. Я не знаю. Сейчас мы его будем вот так прокачивать. Потому что все-таки мы ничего не теряем. И в принципе, это все честно. Мы удалили своего 100-го уровня. Сейчас его поменяем на другого 100-го уровня, только Шайни. И в принципе, вы сами знаете то, что... И вы согласились. И это просто будет намного круче. Ребята, вы не путайте. Шайни покемон ничем не отличается от обычного покемона. Только цветом, можно сказать, просто крутостью. То же самое, что вы в CSGO будете иметь обычную пушку. Пушку или там какую-то со скином пушку. То есть, только текст рука меняется. Больше, ребята, ничего. Поэтому я хотел поменять, потому что все-таки Шайни мне намного больше нравится. Как я уже говорил, несколько серий до этого, как мы словили вообще Шайни Борипа. Я говорил, ух, как бы мне хотелось иметь розовенького, розовенького Эмфороса. И сейчас мы его... Мы его сейчас можем словить. Да, если у нас, конечно, получится. Тандерболт мы себе возьмем вот эту темпку. Потому что Тандерболт я сам потратил. Я взял, нашел Тандерболт. А у меня в сундучке там у меня куча темок валяется. Но вроде больше Тандерболта нету. И мы его заменим. Да, ребята. И после этого нам останется прокачать еще только Септила, которому осталось... Сколько ему там осталось? Около 28 уровней или 27 уровней. Ребята. Ребята. Какой ты прекрасной педятиной запахла. Но я еще попытаюсь его, ребята, поменять все-таки на девушку. Я хочу девушку. Да. Реально. Вот честно. Вот, ребята, я немного себе повыдавал. И у нас появилась Эмфорос девушка. Девушка. Наша будущая любовница. Да? Кем ты станешь? Кем ты станешь? Ладно, ребята, сейчас давайте мы его докачаем. Фаер Панч. Я себе выдал вот этого покемона. То есть я заменял с пацана на девушку. И у него сразу при старте была атака Фаер Панч. У электрического покемона. Что это за читерство? Офигеть. Ребята, я не знаю, как это делать. И, в принципе, это, мне кажется, даже невозможно в какой-то степени. А сейчас нам офигеть. Это как вообще получилось? Ладно. Так. Качаем потихонечку. Прокачивай. Ла-ла-ла-ла. 62 уровень. Еще, в принципе, 40 уровней. И он уже... Она. Извиняюсь, ребята. Это уже она. Это уже не он. Станет сотым уровнем. Да. Ну что, ребята. Вот сотый уровень. Все мы вернули. В принципе, так, как и было. Это круто. Только дайте-ка я еще удалю вот этот компьютер. Потому что многие скажут, Адисон, ты что там? Ты покемоном там оставил компьютер в лесу? Вот ты читарюга, да? В принципе, даже и такие бывают. Нет, вот сейчас еще дайте я вот этот компьютер удалю. В общем, могут сказать, Адисон, нифига себе ты там взял бесплатный себе компьютер. Вот ты читарюга. Всякие, всякие люди могут быть. Поэтому, ребята, лучше все это сделай. Это что там было? Ничего. А ну, скриншотик какой-то, какой-то может или нет? Ну, вот так. В принципе, ребята, что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно прокачать Септайла. Как только мы это сможем... Мисти, мисти, мы за тобой идем наказывать тебя, как только сможем. В принципе, 42 уровень. Ух, экспешер есть. В принципе, можно еще даже лакеич купить. И я еще что-то хотел купить, но я, если честно, забыл, что именно. Что-то я хотел. Вот давайте мы туда потопаем. А пока мы туда будем плыть, ребята, небольшой опрос. Так как у нас уже есть Эмфорос, ребята. В честь кого назвать Эмфороса? Кто не знает, кто не смотрел мои серии раньше, кто только к нам присоединился, мы называем покемонов в честь каких-то знаменитых летсплейщиков, блогеров или летсплейщиц, блогерш. В предыдущий раз мы называли Джинкс покемонов в честь Саши Спилберг, как я уже сказал. Сейчас, ребята, мы будем искать мне любовниц. Да, кем же станет Эмфорос, решайте вы. Назовите, ребята, точнее, предложите в комментариях, в честь кого вы хотите, чтобы мы назвали Эмфороса. Да, то есть в честь какой-то блогерши или в честь какой-то летсплейщицы, ребята. Зависит только от вас. Поэтому выбирайте. Все-таки реально, может нам сейчас пойти и купить лакеич, попробуем. Может реально намного какой-то, я не знаю, лучше все-таки кач будет. Нужно пойти попробовать. Ну давайте перед этим я заберу. Я жадный, я вот это все заберу. Хоть тут и парочка вообще тростника, но я заберу и не верну. Ребята, Сквиртл у нас уже есть. Вот там даже, где моя мышка, там иконочка. Показано то, что когда вот такой покебольчик, это означает то, что такой покемон у нас уже есть. Поэтому смысла его ловить нету никакого. Как я хочу дратини. Мы вроде давным-давно уже собирались словить дратини, но как-то это сложновато, мать твою. Маджикарпа можно потом будет словить. Ну, в принципе, Маджикарпа, наверное, самый простой покемон, которого можно только словить с самого начала. Поэтому мы его можем словить. Это не босса. Что это за зеленая хренатень, ребята, вы видите? Вот смотрите, это босс? Это босс? Это босс? Это босс? Или это не босс? Или это Шайни? Или это? Или это? Мне просто реально интересно. Мне все-таки кажется, это зеленый босс Морил. Это не Шайни. Потому что, если бы это был Шайни, с его углубления уже бы звездочки вылетали. А нет, это Шайни. Вот я ошибся. Ребята, Шайни Морил нам еще никогда не встречался. Я, если честно, в шоке. Мне интересно. Он так зеленый, мать его, зеленый. Как будто он травы наелся. Я не знаю. А ну давайте посмотрим. А ну давайте посмотрим. Ух ты, красавец. Красавец. Прям зеленый. А по сути, вот он такой должен быть. Синий. Полностью синий. Офигеть. Офигеть. Вот это круто. Я, знаете, такой обернул. То есть, как только я пришел на этот остров, никого не было. Как я с него ушел, тоже никого не было. Потом, когда я уже доплыл практически до следующего острова, я такой оборачиваюсь. Какая-то там зеленая фигня плавает. И вообще булькает там во всю воде. А я думал, это босс. В принципе, если бы это был босс, я бы тоже обрадовался. Но это Шайни. Офигеть. Круто. Ну ладно. В этой серии нам, если честно, нужно больше так сосредоточиться все-таки на прокачке Септайла. Потому что, ребята, он все-таки... Какой он? 44 уровень. Если мы в этой серии его сможем прокачать до 60 уровня, это будет прям... Как зашибись. Потому что это кто-то. Че это за фиг? О, самурод, здрасте. Мне кажется, нужно тут вейпоинт поставить. Тут офигенная точка, нафиг. Я уже тут столько таких больших покемонов нашел, что это... Ну, в смысле, больших уровней. А, это Болстойс, нафиг. Я такой смотрю, не могу понять. Я там видел Болл, ребята. Если я не обкурился, если мне не показалось. Да, все. Все-таки, я еще пока что в здравом смысле. Супер поушен. Точно, нужно будет на сражень... Нахаре там, не пугать меня. На сражень... Красный босс Абра! Красный босс! Ребята, если вы сумели заметить вот миллисекунду, в ту миллисекунду, как только он от нас телепортнулся, ребята, у вас просто идеальное зрение, идеальная реакция. Это был красный босс Абра. Я успел заметить там буквально секунду, ту секунду, когда он тэпэхнулся и прям убежал от нас. Офигеть! И где он сейчас? Да, мне кажется, мы и то его убить не сможем, потому что его нужно убить с одного удара. Его нужно убить с одного удара. То есть, вот этот покемон, если ты его не убиваешь с одного удара, он от тебя убегает. Потому что это всё-таки Абра. Опа, здрасте. Он, ну, как бы, тэпэхается тебе, сбегает с боя. Я не знаю, потому что он был красным боссом, я, ребята, вам даю слово. Это был он. Только я не знаю, куда он сейчас тэпэхнулся. Давайте я тут поставлю вейпоинт, нафиг. Крутой, кру-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Петушок какой-то. Или вообще курочка, нафиг. Я не знаю, ребята, мне кажется, он уже давным-давно куда-то от нас скрылся. Красный босс. Да, если даже не скрылся, если мы его даже заметим, вряд ли мы его сможем убить, по сути. Но, ладно, так уж и быть. В принципе, там бы офигеть, как много уровней бы нам дало. Если бы тайлу бы ещё где-то на три уровня меньше нужно было бы качаться. Твою мать. Я не знаю, ребята, честно. В принципе, знаете, что мы сейчас делаем? Давайте мы быстренько домой тэпхнемся. И купим себе, как я, в принципе, сказал, Lucky Edge. Давно уже пора. Я с вами согласен. Вот, я думаю, пропали куда-то, нафиг. Давно уже пора. И замечательно. Опа, опа. Так. Это сюда. Нет, вот так, всё нормально. В принципе, давайте опять, может, туда вернёмся. Мне кажется, там вообще круто, нафиг. Вообще круто. А ну, давайте посмотрим, сколько сейчас будет давать опыта. Будет ли вообще какое-то сдвижение с места? В том смысле, сдвижение с места, то, что с обычного, ну, с покемона около такого 40 уровня ему давало по 2000 опыта. Сколько с... Ой, а сейчас 4000 опыта. А давайте сравним. Давайте сравним. Экспеши. Вот так. Давайте сравним. Давайте сравним. Ну, в принципе, разница, конечно, есть. А вам ещё тут дрочёны долго? Вам ещё, походу, тут долго. Ладно, давайте... Твою мать, ты уже... А, нет, вот ты. Давайте, ребята, сравним. В принципе, этот покемон, конечно, намного меньше уровней, чем тот, который только что был. 1400 опыта. Ну... Ну, в принципе, есть разница. Этот какой? Этот 48 уровень. Всё же, мне кажется, разница есть. Даже если не смотреть на уровень, а вот только вот так. В том смысле, что... Ну, 1800, то мы как бы второго ещё покемона вызвали сражаться. Я не знаю. Если по 4000 опыта, это офигеть как круто. Потому что это намного... Намного мы быстрее вообще покемонов будем прогачивать. Давайте мы... Вот мы сейчас пойдём. Эксперимент, ребята, сделаем. Пойдём вот сюда. Тут, в принципе, дивгонги. Как я их назвал в предыдущей серии. Как гавгонги. Ладно, 44 уровень и 48. Давайте... Вот, давайте такой эксперимент. 48 уровень. Один. Вот, допустим, округлим 2500. 48 уровень. 48. А если вот так, вылечим. Вот так. И 44 уровень. 3100 опыта. На 600 опыта меньше. Плюс... На 600 опыта больше. Плюс 600 опыта. И минус 4 уровня меньше. То есть он был на 4 уровня меньше, чем предыдущий покемон. Но нам с него дали на 600 опыта больше, чем... Офигеть! Почему я раньше не купил лакетч? Я знал, что это офигенная штука, но я как-то... Ну, не знаю. То есть... То ли времени не было, то ли слишком жопа ленивая, чтобы... Чтобы купить, в принципе. Как обычно. Ну, все же мы сейчас купили. Офигеть! Сколько там опыта фигачит! Во! Да! Давайте! Гавгонги! Как я их, как случайно, звал в предыдущей серии? Ганг... Ганг... Ну, что-то там вообще было нереально. Ладно, в принципе, ребята, он уже 50 уровень. Ой, не то. А вот так. Все же мне... Все же, мне кажется, мы его сможем прокачать до 60 уровня к концу этой серии. И это будет круто. Это будет круто. Я не могу никак налюбоваться на Марила. Ребята, все-таки, наверное, мы возьмем Марила только для того, чтобы прокачать. Это реально круто. Вот мне он нравится, я не знаю почему. Такой зелененький, прям, у меня никогда не было шо не Марила. Да я и этого, случайно, чуть не упустил. Потому что, если бы я не обернулся просто назад, посмотреть, что там нафиг, кто там на мою попу смотрит, да? То, в принципе, мы его бы даже не заметили. В первую очередь, как я вам сказал, я подумал, что это босс зеленый. В принципе, даже если бы это был босс, это было бы круто. Это шо не нафиг? Это шо, а не шо, а не морил? Круто. Так, девгонки, вылезайте. Гавгонки, гавгонки. Сороковой уровень. Нифига себе, нифига себе. Опыт хлещет, блять. Прям ручьем нафиг. Это кто у нас? Дилиберт Десяша, я зачесал. Десятый уровень. Кто-то меня просил словить Дилиберда в предыдущей серии. Вот специально для тебя, вот специально для тебя. И сейчас. Сейчас нафиг, я пойду на болото только на две минуты. Если тут никого нормального не будет. Там есть кто-то? Пиплофэ. Да тебе, твою нафиг. Тут то живот зачешется, то губа сейчас зачесалась нафиг. Чесотка? Или что? Вот словили мы Дилиберда, круто. Опять же, вот за что? Юмать. Словили мы Дилиберда, это круто. Вот специально для того, кто просил в предыдущей серии. Я сейчас пойду на секунду в болото, для того, чтобы попытаться словить Глэйгора. Потому что там нафиг неугомонный подписчик, который уже... Это что? Это просек или... Ну... Который... Который я уже не знаю, сколько меня там нафиг бесит. С тем вопросом, чтобы словить Глэйгора. Он каждый... Каждую серию пишет. Идисант, я тебя уже миллионный раз прошу. Слови Глэйгора. И сделай себе там ботинки на скорость. Я ему под каждым же видео отвечаю. Чувак, я тебе уже миллион первый раз спешу. Глэйгора я словлю тогда, когда я его замечу нафиг. Когда он будет у меня перед глазами. Мы его уже пытались словить, но не получилось. Перед глазами конченый пулевак. Пятый уровень убил Глэйгора там 30-го. И говорю, мне вот эти нафиг... Ботинки вообще к черту не сдались. Потому что, ну нафига они мне. Я не так-то много бегаю. Если я тут сейчас 10 метров туда пробегусь. И 10 метров назад пробегусь. То это не считается, что я много бегаю. А в принципе для этого у нас есть телепорты. А если я буду тут летать... О, вот Глэйгора. Два Глэйгора дерутся. Мне похрен кто выиграет. Дайте мне словить одного. Пожалуйста. Я понимаю, это будет долго. Но... Но... Нужно подождать, ребята. Черпение. А можно помедитировать, как знаете, в том же Ведьмаке. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Или я не знаю, куда-то в Нирвану зайти. Так. Давайте дрюкайте уже друг друга. Давай, давай, давай. 14 уровень. Давай, давай. Насаде ему по самые помидорчики. Давай. Я понимаю, вы вообще, ребята, никуда не спешите. У вас целый день можете дома сидеть, там, развлекаться друг с другом, там. Бить друг друга, а не то, что вы подумали. Давай. Давай. Я понимаю, вы очень такие крутые. То есть, смотри, чувак, как мы деремся, там, тэквондо, дзюдо, карате. Мне посрать, убейте друг друга и дайте нам словить одного Глэйгора, наконец-то. Даскбол, залезай и не выпендривайся. Все. Этот Глэйгор наш. Вот, вот, смотри, с первого, с первого. Ни хрена себе, не с первого. Это наглый Глэйгор. Это наглый. А? Не. Тебя я не отпущу. Тебя я не отпущу. Если я словил суйку на нафиг с помощью обычного болла, то тебя, заразу, я 100% словлю. Я бы тебя, конечно, чем-то стукнул, был бы у меня. Хотя у нас Морил есть. Сможет ли Морил его чем-то побахнуть? Так. Легонечко, по башке. Дилибир есть. Дибилирдро. Давайте его дибилирду нафиг. Ну, не убей его, пожалуйста. Во, во, во. Ватер, ватер. Дибилирд это круто. Круто, да. Тут гавгонки, или там гангдонг. Тут дибилирды. Ребята, нам вообще нахрен не везет на этих глейгеров. Мало того, что у нас на глазах уже двух глейгеров убили. Как он его вообще убил? Я даже на кнопку не нажимал атаки. Это автоматически нахрен какая-то стрельба очередями. То есть без моего разрешения. Раз нажал, 35 раз выстрелило. Походу, тот подписчик, который уже 20 серию подряд просит, чтобы я глейгера ставил. Вообще с ума сойдет. Ну, не везет нам на глейгеров. Что я сделаю нафиг? Первый раз у нас на глазах там пятый уровень. Булевак убил 30 уровня глейгера. Сейчас два глейгера дрюкали друг друга. Ну, в смысле, дрались друг с другом. И один другого убил. Но я так подумал, ладно, если один другого убил, значит, это не Шайни случайно. Не, показалось. Если один другого убил, значит, у нас еще один как бы останется, да? Хрен! Я его убью по 5 урона, по 5 урона, по 5 урона. Думаю, сейчас я ему снесу там немного, оставлю ему красной жизни, чтобы его намного проще славить. Пшандараха нахрен убил его с одного удара. Офигеть. Ладно. Не расстраивайтесь. Мы, ребята, еще вернемся. Я вам слово даю. Я сейчас буду каждую ночь ходить и буду просто до тех пор искать этого глейгера и ловить, тратить не знаю на него сколько болов. До тех пор, пока я его не славлю. Это мне уже надоело, если честно. Офигеть просто. Ладно. В принципе, глейгер, если честно, будет даже офигенным капитаном. И, если честно, то у него там офигенные атаки даже есть. И мне кажется, он будет прям тащить и тащить и тащить в тех же гиммах. Независимо, какой это будет гимм, какой это будет тип. Вот этот глейгер, да, ну, в смысле, его следующая эволюция, да, финальная эволюция. Она такая то, что она реально может затащить прям кого угодно. Там нормальные такие атаки есть. И вот этот. Кто-кто, но этот покемон нам реально пригодится. Реально нам пригодится, но... Пригодится-то может и пригодится. Ох, нихрена себе, я даже не заметил. Твою мать. Офигеть. Я даже не заметил. 105 уровень. Как я его вообще не заметил. Он перед... О. О. Спасибо. Взорвался. Спасибо. О. О. Спасибо. Квикбо. О. Как я этого хотел долго. Квикбо. Нифига себе. Перед нами босс стоит, я его не вижу. То есть... Босс? А, вот. И, в принципе, круто. Ладно. Не буду я жаловаться. Все-таки мы его сумели заметить. Мы его сумели убить. И, в принципе, нам еще даже квикбоу выпал. Я бы охренел, если бы нам мастербоу выпал. Я бы прям... Эээ... Чего? Это было бы... Да твою... Ладно. Ладно. Я сказал то, что мы прокачаем... Ух ты, нихрена себе. Серия уже долго длится. Я только сейчас заметил. Ребята, вы заразы. Вот... Вот... Вы заразы, честно. Никто даже не сказал, Эдисон, уже реально пора заканчивать. Серия уже полчаса почти длится. То есть... Ты уже что-то разогнался. Я понимаю, вы хотите длинные серии. Но, ребята, длинные серии будут... Эээ... Длинная серия... Что у нас завтра? Длинная серия завтра, если... То есть... Если сегодня мы наберем тысячу лайков, то новая серия Пиксимона выйдет завтра. В пятницу. Перед выходными. Если она выйдет завтра, в пятницу, а не в субботу, то если мы наберем лайки за целую пятницу, то в субботу выйдет часовая серия, где мы уже 100% прокачаем Септайла. И в которой серии мы уже, наверное, 100% пойдем и сразимся с мести. Да, то есть, ребята, если мы наберем тысячу лайков на вот этой серии, и новая серия выйдет завтра. И если мы на следующей, то есть на завтрашней серии наберем тоже тысячу лайков, то в субботу выйдет часовая серия, где мы вообще офигеть, сколько чего сможем сделать. Это реально будет круто. Поэтому, как вы знаете, все зависит только от вас. Фух, давайте, ребята, мы попрощаемся с нашим Морелом. Красавцем нафиг. Вот реально мне нравится. Я не знаю. Вот дайте я даже сюда закопаюсь, просто чтобы на него попялиться. Вот так. В принципе, ребята, вы знаете, что делать. Я уже вам только что... Твою мать. Я вам только что объяснил то, что если мы наберем тысячу лайков, то следующая серия выйдет завтра. И в первую же очередь я буду вам очень сильно благодарен, потому что каждый лайк для меня важен. Каждый лайк действительно делает меня в какой-то степени счастливее, потому что каждый подписчик мой друг. Я люблю и уважаю своих подписчиков. И хотя бы было бы круто, если бы вы взамен мне тоже дали хотя бы немножко своего уважения, показав тем, что вы поставили лайк. А если ты хочешь стать моим другом, так же вступить в нашу большую дружную семью, все, что тебе требуется. Ты просто подписаться на мой канал, это не так сложно. Просто нажать на одну кнопочку, и ты сразу прям станешь моим другом. Потому что, как я сказал, я отвечаю на вопрос своих подписчиков. Каждый подписчик мой друг. Если у моего друга будет какой-то вопрос, то смело задавай его в комментариях под этим видео. Я его прочитаю, в смысле твой вопрос, и так же на него отвечу. А мы, ребята, будем тут заканчивать на вот этом... На вот этом красивом месте. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Попрощаемся, Марилу. Всем удачи. В следующий... Хотя я не знаю, в следующий, не в следующий. Да, ребята, давайте в следующей серии мы все-таки назовем Эмфороса. Мы поменяли Эмфороса в этой серии. Поэтому, ребята, в честь кого нам назвать Эмфороса, как я уже сказал, в честь какой-то летсплейщицы или блогерши, пишите в комментариях ваше предложение, в честь кого-то из ваших любимых девушек, можно даже и так сказать. Поэтому, ребята, пишите, я действительно буду очень рад прочитать. И так же исполню ваше желание, да, назову Эмфороса в честь кого-то. Ребята, еще раз повторюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok